так где-то наверно градусов 13 тепла это все-таки северная каролина и вчера мы покрутили здесь на машине ну батарейки то есть не батарейка space занят был space ну вот это место для видео ну неважно короче говоря не смогла снять а было уже темно такие здесь леса-леса холмы-холмы и так это все так это вот хмурненько так в лесах но это вот город так она еще здесь веселенько выглядит а вот так а город а город какой кто но и дождь сегодня но не холодно так ничего более-менее ну каролина это уже теплый край а южная каролина тем более это северная каролина вот следующая по пути к флориде будет южная каролина те же самые магазины но вот тут продовольственная где только что была он необычный такой большой хороший магазин я уж не обратила внимание на цены но нормальный паблик здесь у них есть также как у нас есть вот это кабл бис это ресторан яблочная пчела есть везде по америке волмар тут там написан есть везде по америке до орджи долларовое дерево все подорой вам ничего там не видно вот сейчас видно доллар 3 долларов это все по доллару чё там еще там есть конс а конс вот этого нет home магазин нет такого а так в америке все это сама один одинаковая по сетям то есть все все эти завязаны магазина как но как у вас уже продовольственное тоже но здесь больше здесь все бизнесы магазины все какие-то автомастерские часто завязаны те которые продают части автомобильные тоже одинаковые происходит на севере хоть на юге ты найдешь под одним названием слушайте заметила здесь домах есть фаерплейсы но вот эти как их назвать не печки но камины ну да камины но они работают у них из них дым идет соляете вот этот вот вот это красная этаж вот эта труба дымовая и но этот не зажег а так а на мэрой и везде трубы везде трубы мало даже как интересно церковь вот еще с юга дома с этими он церковь какая-то тоже дома с трубами она даже правом для меня еще главное дым идет из дыма с трубами дома ну вообще умереть вот видите с трубами как интересно во флориде такие не строят что-то я ну под нью-йорком мы ехали но правда мы там когда не ехали через сабдивижона не замечала и под вашингтоном или я просто не смотрела а вот такой лес 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 везде осыпавшиеся ну похоже на россию да немножко да вот такая погода ну конечно здесь теплее но я имею ввиду по деревьям как-то выжженная трава такая ну то есть уже похоже просто как в россии осенью где-то там конец начала ноября да может быть конец октября но смотря где кто-то пишет девочки о лена проснулась то у нас уже давно снег лежит ну смотришь где у вас девочки одни живут в краснодаре а другие живут в новороссийске ну о чем вы девочки ой дома вот там далеко в лесу ну вот где бы я не хотела жить так это в лесу даже в пальмовом лесу во флориде нет вдалеке ну вам не было видно дома там вдалеке представляете вы там там далеке там же тебе и лоси ходят и все там ходят кто не лень и вообще пока выедешь доедешь до магазина да вот такой вот местности ну там дома вдалеке большие участки у них слушайте это же они так платят такие деньги за участок то есть столько травы здесь косить я никакие участки передумал это ремонтная мастерская здесь о ребят череде какая-то плотина ну в общем здесь домой кто-то вот так вот едет наверх у снега на на не бывает а я не знаю и снова хилл фаней а а потому что в северной каролине снег есть а и сторона этот ледовый шторм то есть но ты тут как твой интересно но вот декабрь сегодня такое 16 17 на 1 декабря а 13 градусов тепла конечно это тело тепло но а до юг америки считается когда дома доберешься туда люди по украшали около дома я венками такая лесистый такой штат мы там видели в магазине что самое лучшее там он филта вот корм кукуруза горит росла сама видели там магазине объявления что не объявление а ну просто так реклама ага маленький хаус маленький это объявление что эти помидоры в новой в этой в северной каролине самое лучшее что там только помидоры растят и компания такой пишет про свои помидоры что типа признаны самыми лучшими в америке гляньте сколько какие у них участки здесь большие господи вот это ж траву траву вот эту косить у каждого есть вот этот наверное машина на которой ездишь косишь не вручную уже не косит здесь а косить надо в америке не будешь косить а штрафуют зарастешь все труба ну на первый раз простят как-то а потом пришлют тебе смотря какая еще территория если вот там в лесах где я вам говорила вам не видно дома там может никто не видит но и все равно что ж ты будешь разводить там траву в траве потом будут заводиться все подряд эти змеи все змеи здесь горят тоже и в южной каролине змеи баптистская церковь вот она ленте какое здание как наши дома культуры а это баптист чёрч написано баптистская церковь а это какая это католик я не знаю какая церковь католик а а епископальная церковь большая такая вот тоже пристройка красная она же епископальная церковь здесь у них полно этих конфессий не разберешься кто во что верит и думаете что они там такие верующие что прямо у нас приходят плачут платки натягивают бьются лбом ходят эти ну я имею ввиду эту нашу православную церковь ходят еще как там причащаться вот нет у них все веселенько все веселенько я была ну в этих я не была на службе надо побыть да не просто зайти в церковь да была ну не в этих я имею ввиду в этом городе вообще не были но я имею ввиду по церквям так ну заходила смотреть просто как историческое здание посмотреть внутри красиво же вот но в баптистской церкви вообще ржут сидят ну на самом собрании у них называется собрание а нет это собрание у этих у свидетелей Яговы вот те еще здесь тоже в Америке полно они же собирают по всему миру этих которых страны не признают эту религию например Россия они их собирают и многие приехали как свидетели Яговы сюда по эмиграции а сами вообще ну прикоснулись к этому и через месяц уехали в Америку особенно из Украины говорят да не всю жизнь в церковь ходил в обыкновенную ну или не ходил типа вот ну а потом узнал что как в Америку уехать через этот свидетелей Яговы а здесь чёрч вот из это старая такая церквушка вот это написано видно вот так что они все приехали и один из путей эмиграции это через это смол один из путей эмиграции вот спрашивали у меня как переехать опять листья в полно то что у них листья не убираются прям горами лежат везде видите видите да все а да вот она со стороны а нет это уже другая совсем нет нет та же та же епископальная вон серое здание впереди это пристройка а это ж вот эта баптистская вы видите какая здоровенная баптистская церковь вы поглядите домку театр театр оперы и балета блин первая баптист черч написано у них наверное они под номерами и религия да первая религия баптистская вторая религия наверное так так вот в баптистской церкви я была случайно один раз там организовывались курсы английского языка и и и и я сказала я говорю поеду если классы там мне ну все равно там там не учат же вере там учат английскому языку я только приехала где-то месяца через два вообще ничего в округе не могла найти никакой школы для ну английских классов или еще было не время надо было с сентября или с этого с нового года идти как этот ну семестр начинать в колледже что в этом роде я говорю мне ну что я буду сидеть это дома мне нужен учитель хоть какой-нибудь и нашли как то что в интернете что вот 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 здесь здесь тысячи пеканов а да я вижу ага вижу вижу хани рейн хани хани рейн ну вот теперь и я нашла вот это оказывает все все я вижу теперь их все я вижу теперь их я подумала это ветки это это но это сверху чешуя а а я десклин рай окей господи пекановое дерево нашли счастье шоу ми о ю юбок хм хани это около церкви вот это ж баптистская церковь вот это здание с другой стороны вот то что дом культуры был хани за карьеру вы открыли но вы не можете с руками открыть а давай дай мне или 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 это был почти матом это есть еще макро макро вейбл был микроволновки допустимом микроволновки греть на 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 тарелках написано сзади там макро выебал макро 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 выебал дает макро макро как это макро макро это способно и есть то есть допустим и есть м м тесте макро вкусно макро макро ханин форме пожалуйста люди не собирают и тут полно пану сагой 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 тесте хорошие слушайте люди не знают что это дерево такое если я буду на улице вы останетесь так смысле так можешь говорит поесть то есть если ничего есть совсем ты на улице можно и поесть и да слушайте они айфа он без иван иван клинал рейне но они немножко но вкусные слушайте свежие такие а это уже кто-то ел сейчас на нас посмотрят скажу за дураки там лазят под деревом около баптистской церкви в общем короче здесь дерево потрясти и мешочек наберешь гляньте машины брошены они же не хотят утилизировать потому что дорого но отвезти сдать машину чтобы ее выбросили стоит денег нам денег заплатить так они забросили наверно все поэтому эти раз два три нету не знаю с крайне вроде лучше выглядит чисто а вот эти точно брошенные приезжайте отмывайте забирайте ремонтируйте в америке много машин которые людям не нужны на свалках ханни вот и воды здесь грин хрэйт нас на трейдер дисок к не явил над этот май май фингерс это я не хочу мы пальцы так ну понятно ладно ханька не пропадем из голоду в дороге с тобой сейчас мы насобираем и останемся здесь спать с орехами listen но сам зам empty спасибо one for you слушайте вкусный прямо свежий орех свежий не пойдем жиретость а но целая эти сохраню не чудо выбросал что в машине я сохраню домой привезу в вазочку положу тоже черча ген опять церковь слушайте проехали полкилометра церковь он там еще что-то торчит город церквей какой-то он там торчит город церквей точно еще одна церковь господи да мама дорогая или это тоже нет это не тоже весь город церквях вообще если старые города то у них очень много церквей это заправочная станция вон торчит шпиль тот который мы видели опять церковь здесь жителей меньше чем церквей как в том этом 12 стульях что горит похоронных горит бюро много гробы делали меньше а жителей горит в этом городке было мало вы горит в ко мне обращайтесь я горит сделаю гроб как огурчик вид цен продавал гроб вы помните смотрите еще одну нашли церковь там шпиль торчит у нее значит здесь со шпилем там со шпилем здесь вот это большущее здание короче хагангер здесь и лотов сервисе снова сервис это но в церкви служба до служба сервис называется то есть разные ты секрет здесь граждан с города меньше город маленький чем церкви прямо интересно и такие здоровые огроменные здания да но старых городах так они вот оселились да да я не договорила короче говоря кому сильно в америку хочется присоединяйтесь к этим свидетельствам как я их ненавижу как мне абсолютно другие конфессии эти я их не вижу не знаю вот эти и и перейти епископальная церковь кто там из них никогда не доводилось даже разговаривать с людьми той конфессии да мы поэтому я не знаю потому что они нигде не пристают к людям на улице но свидетели якова это 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 просто кошмар там в россии помню только что такое ночью то ли ночью работала то ли де ремонт дело я помню что надо было поспать там каких-то два часа опять бежать куда-то на работу днем нет обязательно заходи на пятом этаже жила заходит на пятый этаж сука господи прости на пятый этаж она банит в дверь и начинает тебе в этот впаривать свою религию значит вот я помню что уже разозлилась и сказал яру сейчас вас оболью чем-нибудь ну тут сейчас вынесу кувшик с чем-нибудь супом желательно и вылить на голову честное слово только что убирать на лестничной клетке не хочется потом честное слово это баян не пошли и одна другой горит видишь вот они такие нехорошие то есть я не хорошая я была тарабанит дверь кошмар здесь тоже здесь но здесь виде к хаосу боятся особенно подходить а то кто-то еще пистолет покажет знаешь к виску приставить америке все равно было такое что я открыла гараж помню что-то я делала но не важно еще не отъехала гараж открыт да и я там гаражи мимо гаража она идет ко мне такая интеллигентная германка это вот фашистской национальности идет она потом не сказала что она из германии оригинале значит это сама ну приехавшие до из германии давно там еле 70 сейчас она из германии может не знаю когда там она сбежала может родители в войну притащили сюда вот и она что-то тире-пире меня до меня нет 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 да извините нет она мне что-то опять я говорю нет извините но это был кошмар какой-то потом в конце я говорю игру выйдет выйдете груз с нашей территории она стоит на моем паркинладе то есть она зашла считаю что во двор просто шума американцев нет этих заборов перед домом да ну вот как например вот этот дом да там же нет забора и вот оно подошло и стоит на твоем паркинлад ну где паркуются твоя машина и стоит базар вокзал замучая и здесь стоят на перекрестках идет идешь в совы тебе эту значит рекламочку теперь часто на на паркинладе около магазинов машина же припаркована ханде хаолон кио стей херен вочинг ер телефон беба так что да еще стоит на перекрестке где-то около столба на перекрестке где вот надо идти и не надо где кнопку нажимать вот на на перекрестке вот эту принудительную но светофор и обязательно там стоит что ты хочешь не хочешь идешь к нему обязательно в сунет какую-нибудь ерунду я уже как-то с хазбан там шли он сюда все я машинально взяла я грудь а я ему назад отнесу всуну у него ну это еще до ковида было всуну ему сюда вот за в зашейник вот сюда вот ему засуну прямо возьму и засуну что чтобы она не приставала на улице кошмар достали достали вот кто из этих верующих слышит меня почему вы беспокоите людей ваша вера что обязывает ну то есть распала к тому чтобы мучить людей приходить тогда к ним никогда не дома заниматься своими делами или спят или с ночи кто-то пришел кто-то работает ночью кто-то детей маленьких уложила вы тарабаните в дверь у кого-то старики только заснули а ночью не спали но общину хамы самые натуральные хамы для хамуха это не они церковь их собаки блин слышат меня прошу в америке до хера то господи прости разы разошлась я до хрена здесь их понаехала ну слава богу они где-то отдельно там один у них собрание в субботу носят каждую субботу боже упаси пропустить собрание но сидите там на своих собраниях чего вы лезете к другим людям непонятно вот это вообще ни одной нету такой религию где вы видели чтобы католик даже бы глубоко верующий кто-то значит приставал к вам на улице где вы это видели чтобы он тебя мешал тебе жить что он стучал в твою дверь ужасно так девочки я вам и хоть я вам рассказала потому что ну кому я тут расскажу husband знает это тоже глипучие но они как-то американцы они как-то здесь ну и бумажечки будут совать мне они ему понимаете потому что я женщина вот я слабее потому что от мужика иногда они может побаиваются то муж кто-то и на хит нюд знаете кто-то влупил эту наркотическую таблетку развернется как даст в ухо о и ген черт вот из черча генетс different listen слушай ну красивый город столько церкви ну просто и стоит посмотреть исторические здания красота вот каин черт без манка а вон она выждай ферст без формат реформат реформат united church of christ реформат реформат реформит скачей за скрайст ну не здесь даже не знаю на это надо разбираться в конфессиях чтобы сказать это кто такие во что они верят или они совсем ни во что не верят ой ну в общем это Эдис чертс too on my betis church school right what means will all Может быть, дом для старых людей сейчас. Для чем? Для старых людей. Для старых людей. Для старых людей? Да. Господи, мама дорогая. Это что-то вообще. Поехали дальше. Вот это та, которая торчала. Это шпилем здесь. Ну, слушайте, старые города. Как интересно. Я не была в таком городе, чтобы в одном маленьком. И городок. И в центре города вот так вот кружить и полно церкви. В таком маленьком городке, где мало жителей. Прямо интересно. Может, здесь было больше жителей раньше, а сейчас их мало. Но я не вижу просто людей. Ну, в гастрономии вот там, где мы были, да? Вот так это на той площади еще виден. Какой-то народ ходит. А здесь вот и по машинам, по трафику. Сейчас 3 часа 20 минут. И не видно, чтобы здесь много было жителей. Чтобы они здесь ездили. Детский городок. Ну, вот это можно назвать как-то город районного пошиба. Да, вот районного размера. Как вот наши районные города. Типа того. Ну, насколько я понимаю. Хотя в Америке как-то немножко все по-другому. Ну, примерно так. Какой-то вот детский поезд. Вот так, собственно. Плохо, что мы не едем через города. Мы едем по окружным дорогам, да? Чтобы быстрее. Надо будет его заставлять через города вот так вот проезжать. Смотреть, да? Девочки, это чушь. Я зря. Хотя поездка потом увеличится. На полдня. Ага. Вот здесь мы 3. Где-то мы тут собирали орехи. Орехи вот там мы собирали вдалеке. Пекан-три. Вкусные, слышите? Прямо неожиданно. Такие свежие, классные. Даже лучше, чем из магазина. Очень вкусно. Очень вкусно, да? Да, да. Очень вкусно. Очень вкусно, да? Можно купить и я могу купить. В следующем раз мы приедем, ты здесь проезжаешь. И вы везете. Я говорю, давай с третьим раз приедем, ты поработаешь, подобрать орехи. Будешь подбирать здесь. Вдох. 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 Туда бы свинюшку запустить, да? Она бы пособирала эти орехи. Покушала-то. А не видно, не белки. Нет скворрлов. Слушайте, скворрлов обычно не видят. Ну, что-то не белок не видят. Здесь незд, вверх в натре. Видите? Да. Ага. Вдох. 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 Вдох.